Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы в новогодней студии, а это значит подведение каких-то итогов 2022 года, ну и, конечно же, планы, громадье планов на 2023 год, потому что всегда хочется, чтобы в году новом что-то исполнилось, что-то было сделано нами гораздо лучше, чем, может быть, в году уходящем и так далее. Но в студии у нас люди, которые вам хорошо знакомы, жителям городского круга Люберцы. Во-первых, это Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы, она часто бывает нашей гостьей, что приятно. И Петр Михайлович Ульянов, председатель общественной палаты городского округа Люберцы, ваш представитель, можно так сказать, палата же общественная. Поэтому сегодня мы поговорим и о социальных, наверное, прежде всего, вопросах, и о вопросах образования, ну и вообще подведем итоги, тем более, что, еще раз говорю, студия нас к этому обязывает. Лидия Николаевна, прежде всего, вопрос вам, ну вот как вы оцениваете этот 2022 год и будущий 2023, вот этот вот период, когда мы всегда, ну, одни люди говорят, скорее бы встретить Новый год, да, и забыть старый, а некоторые, их меньше, всегда говорят, год был удачный, у кого-то родился ребенок, кто-то пошел в школу, кто-то закончил школу, кто-то работу нашел. Вот как вы оцениваете, как депутат Московской областной думы год 2022? Ну, я думаю, что первое, что мы здесь, в студии, уже это обсуждаем, это уже положительный момент. Год продолжается, и хочется, чтобы он продолжался. И, конечно, в этом году очень много неординарных событий, таких совершенно новых для нашего поколения, для более молодого поколения. И эти события во многом, мне кажется, уже меняют мировоззрение людей. Как бы, знаете, как есть такая фраза «выйти из зоны комфорта», я не люблю эту фразу, но на самом деле многие люди поняли, что жизнь компьютером не ограничивается, то, что на экране – это не есть жизнь. И вот этот выход, я думаю, это нужно, потому что на самом деле замена ценностей, которая произошла у многих благодаря цифровизации, то есть во всем есть ведь нужна мера. Если этой меры нет, то наступают риски. Поэтому вот это, мне кажется, первый главный вывод в этом году, что… Немножко человеческого вернулось. Да, знаете, как в сказке, что чтобы что-то хорошее сделать, надо потрудиться, и туфелька просто так её не оденешь, да, и просто так подснежники не принесёшь. Поэтому вот момент, что вы вышли на первый фланг такой, да, вышли человеческие качества. Второе, мне кажется, важно, что, несмотря на все такие суровые вызовы времени, это действительно так, мы это понимаем, сердце у нас болит за наших бойцов, за тех людей, которые проявили себя по-настоящему и проявляют героями этого времени. Знаете, как действительно время выбрало этих людей, выбрало нас. Важно, что вот такая созидательная жизнь, она продолжается. Я бы даже сказала, что последние многие законы, постановления, указы президента страны, они усилены в сторону социальной поддержки, в сторону насыщения тех вопросов, которые есть в населении. И третье ещё хочу сказать, знаете, как никогда, мне кажется, очень важно, что люди, опять-таки оторвавшись ноги от экранов, вспомнили о том, что есть культура не только в экране телевизора, не только в радиоприёмнике, когда ты едешь в машине, или ты по смартфону что-то слушаешь, а что есть – концертные залы. Вот я просто это наблюдаю, независимо от времени, стараюсь ходить на музыкальные премьеры, в спектакли, в консерватории – любимое место. Залы полны. Залы полны, идут люди. Необходимо сейз. Да, они, я думаю, что, знаете, как опять-таки такой новый, вернее, уже немножечко не новый термин, точка силы, вот культура как никогда сегодня востребована. Казалось бы, да, что, может быть, другие заботы сегодня у людей, но вот меня радует, что люди черпают свою силу духовную именно вот в такой сфере, как музыка, искусство, театры. Те, кто верят, которые ходят в храм, они всегда там черпают эти силы. И вот буквально на этой неделе, да, праздник, зимний праздник Никола Зимнего, как мы говорим, сколько людей, несмотря на то, что и снегопад, и дороги были сложные, люди все равно шли, и вот это говорит о том, что все-таки духовная составляющая у нашего человека работает. И что важно, что с каждым годом, особенно, ну опять же, возвращаясь, да, те проблемы, которые существуют, и люди осуществляют этот поиск, и ты видишь, как больше даже от тех людей, от которых это не ждешь, скажем прямо, и вдруг приходит какая-нибудь такая вот интересная смс-ка или сообщение, которое связано вот с теми вещами, о которых вы говорите. Но мы должны подключить Петра Михайловича к разговору. Все-таки председатель общественной палаты, это звучит гордо. Вот. Как палата-то отработала в 2022 году? Ну, 2022 год, он, разумеется, непростой год в масштабах всей страны, международной обстановке, которая происходит. Что касаемо непосредственно нашего родного и любимого городского округа Люберцы, у нас были в том числе свои вызовы и моменты формирования органов местного самоуправления. У нас были выборы в Совет депутатов второго созыва нашего муниципалитета, формирование администрации. Разумеется, хватало работы в этом направлении, в таком и организационном, и в подготовительном, так как субъектами общественного контроля является общественная палата, и мы готовили наших наблюдателей на выборы, а также те плановые работы, которые у нас имели место быть, создание рабочих групп по вопросам, которые интересовали наших жителей. Это строительство школы в Красково. Довольно-таки непростое решение, которое было принято нашим муниципалитетом с учетом нашей общественности. Это контроль строительства, капитальные ремонты наших социальных объектов, которые расположены на территории нашего муниципалитета. Это контроль за ходами работ реконструкции Октябрьского проспекта. Я уверен, что жители нашего городского округа Люберцы и те, кто имеют честь и радость проезжать по нему, сталкиваются. И ходы этих работ контролируются в том числе рабочие группы общественной палаты. И там возникает много различных рабочих вопросов, которые нужно снимать и реализовывать, непосредственно доводить информацию до наших жителей. Разумеется, работа рабочей группы по реконструкции Малаховского парка, так называемого Малаховское озеро, которое также являлось вопросами ведения и интересов наших жителей. Ну и вопросы, с которыми обращались наши инициативные группы, жители. В рабочем порядке? В рабочем порядке их достаточно много. Это и различные форумы, заседания комиссий, профильное взаимодействие с коллегами из администрации. Ну, то есть, нормальная такая деятельность. Понотворно, насыщенно. Вы будете смеяться, но дело в том, что вы все, что сейчас говорили, это все тоже делаем здесь мы, в студии. И все эти вопросы ощущаешь, прям видишь и озеро, и Октябрьский проспект. Я даже уже не спрашиваю, когда вот Октябрьский проспект, потому что все сразу говорят, федеральные власти, все, туда обращайтесь. Но мы рассчитываем. Николай, все говорят, федеральные власти, но то, что касаемо общественности, общественной палаты, у нас нет уделения на органы федеральной власти, региональной, либо муниципальной. Потому что общественная палатка – это именно та площадка, которая представляет интересы жителей. И жители имеют право знать, имеют право интересоваться, и имеют право призывать к ответу любой орган власти, независимо, федеральный, региональный, либо муниципальный. Знаете, сейчас смотрю на вас, как будто погоны вырастают. Так говорите, имеют знать. Тогда когда Октябрьский проспект поедет? Ну, Октябрьский проспект, слава богу, едет. Нет, по-настоящему. Спуская затруднениями, в плановом режиме 24-й год, да, мы будем надеяться, что никаких срезов… Вот будет праздничный год уже. …что никаких срезов не будет, и оно будет реализовано. Но, разумеется, есть определенные трудности, мы видим общеэкономическую обстановку, общемировую. Но рассчитываем на 24-й год. Мы рассчитываем, что 24-й год, да. Хорошо. Как вы считаете, есть ощущение, что даже те люди, которые раньше Люберца воспринимали как спальный район, то есть с утра на работу в Москву, вечером с трудом через Волгоградку или там добираются до родной квартиры и даже не… ну, может, и в магазин даже не ходят здесь. То сейчас вроде бы как изменилось это отношение, да. Есть такое ощущение, что Люберцы стали не только территорией спорта, как известно, но и территорией удобной жизни. Ну, я думаю, что та логистика, которая развивается в транспортном вопросе, она, конечно, играет свою роль. Всё-таки метро доступно, да. Понятно, что есть ещё микрорайоны, особенно новые, но там это предусмотрено было по застройке, что несколько позже будет доступность до самого подъезда, но это и учитывалось, я так понимаю, в цене вопроса стоимости квартиры. Понятно, что людям хочется быстро и сразу, но то, что мы сегодня видим, какие у нас есть объекты в социальной сфере, таких не было никогда. То есть это комфортные детские сады, часто с бассейнами, это хорошие современные школы, которые… На столичном уровне, скажем так. Даже я бы сказала, что и у нас проекты ничуть не хуже, если есть более интересные. И ведь, понимаете, это ведь не просто красивые стены, это та социокультурная обстановка, которая формирует личность. И важно, что дети приходят туда ведь из разных семей, из разных возможностей. Кто-то приехал, кто-то коренной житель, кто-то ещё только ждёт квартиру и так далее. Но здесь, где они учатся мыслить самостоятельно, я надеюсь, где они учатся мыслить критически, где они учатся сегодня не только понятию контроль, а сегодня на первое место выходит понятие самоконтроль, самоуправление, саморегулирование. Но вот вы говорите контроль, контроль, контроль. А вы ощущаете, что люди, ну и ваши коллеги, что люди действительно живут в Люберцах не как в спальном районе, а действительно чувствуют, что это вот другой город, что это не Москва. В хорошем даже смысле этого слова. Да простят меня москвичи. Знаете, для меня, для человека, который, моя семья живёт в Люберцах в третьем поколении, такого даже вопроса фактически и не стоит. Но мне очень приятно, что в Люберцах живут самые неравнодушные люди, инициативные люди, люди, которые хотят развиваться и хотят развивать то место, в котором они живут. Поэтому те традиции, которые есть в нашем городе, в наших посёлках, в наших микрорайонах, которые есть, они создают некую социокультурную идентичность, которая позволяет нам гордо называть себя люберчанами. И гордиться... Я люблю Люберц, да? Конечно. И независимо, где бы мы ни были, на просторах нашей страны, либо за рубежом, всегда приятно называть себя именно люберчанами. И очень приятно, что наш город знают. И город знают по разным достижениям, не только в спорте. У нас прекрасная культура, много людей прославляющих и продвигающих, и в нынешнее время, и в прошлые времена. С нашим городом очень много связано исторических событий, важных, и прохождение Кутузова, который молился именно здесь. И после этого он сдал Москву, и к этому можно относиться по-разному, но история не имеет слагательного характера. И потом отыгрался. И это нужно знать, потому что во многих моментах Люберц является сакральным местом для России и для нашего отечества. Прекрасная точка для окончания первой части нашего разговора. Напомню, что говорим мы сегодня об итогах 2022 года, ну и, конечно же, строим планы на 2023. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Новогодняя программа. И в гостях у нас Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы, которая очень часто приезжает к нам в гости, за что ей большое спасибо. Массу вопросов мы здесь обсуждали. Самых разных, даже самых смелых, потому что мы же все-таки, как говорят в таких случаях, все вместе работаем для вас, для наших зрителей, жителей. И Петр Михайлович Ульянов, представитель общественной палаты городского округа Люберцы, который за всеми нами, в хорошем смысле слова, следит. Примерно не за нами, а за всеми теми, кто что-то делает для нас. Если позволите, Петру Михайловичу первый вопрос, вот который и Кутузова вспомнил, и вспомнил, что Люберцы – это такой вот сакральный смысл. Как идет сейчас работа с общественностью? Ну, одно дело, когда есть чиновники, когда есть депутаты, которые как бы, ну, по закону, да, ветви власти и так далее. А общественность, от нее же тоже многое зависит. Они же должны какие-то сигналы посылать. Мы можем все что угодно с вами обсуждать, придумывать, но если у нас нет связи с общественностью, то ничего не получится. Как общественность реагирует, и как она помогает или мешает работать? Николай, как и ранее я сказал, у нас в Люберцах живут очень инициативные люди, и у нас существуют различные формы взаимодействия. Это и некоммерческий сектор, это общественные организации, которые представляют весь спектр интересов, которые представлены в нашем городе. Это ветеранские организации, и организации различных фондов помощи, молодежные общественные организации, профессиональные сообщества, профсоюзы. Они отрабатывают непосредственно отраслевую повестку по определенному направлению. Также у нас во многих микрорайонах есть инициативные группы жителей, которые выдвигают свои предложения по развитию инфраструктуры, своего собственного двора, микрорайона, где-то просят проложить дорожку. То, чего хотят они. Конкретно они, как и непосредственно жители, у нас развита система управляющих по домам, старших по домам. Это тоже определенный контингент. Есть сообщества, объединяющих вам в декрете, вам в оффлайнах, представители входят в общественную палату. Общественная палата является неким таким агрегатором, куда все эти инициативные группы могут прийти, оставить свои предложения, и мы вместе будем их реализовывать, предлагая администрации, совету депутатов. Лидия Николаевна, мы с вами, как опытные уже в какой-то степени переговорщики, любим тему образования. Будущий 2023 год – это год педагога России, то есть тех людей, здесь можно и педагог, учитель, наставник, даже тренер, кто угодно. Вот насколько сегодня важно, ведь образование тоже в каком-то смысле, хорошее образование, воспитательный процесс, слово «заставляет» не очень подходит, но позволяет семьям оставаться в Люберцах, не искать лучшей жизни, может быть, уезжать куда-то, опять же, переезжать в Москву и так далее. Потому что, вы сами сказали, здания, помещения, умные здания. И от того состава, который работает здесь, учителей, воспитателей, и, в общем-то, чем больше детских садов и школ, значит, тем больше детей рождаются, и уезжать не хочется. Это так? Я думаю, да, потому что это как бы точка притяжения, хорошее образовательное учреждение. Не секрет, сегодня люди, когда приобретают квартиры или думают о переезде, они анализируют образовательный рынок, в хорошем смысле слова, где можно их ребенку получить качественное образование. Конечно, замечательно, когда это в доступе, таком шагово как бы доступности, но бывает, что люди приезжают, и у нас такой возникает вопрос о парковке около школы. Это действительно, сегодня такой факт есть. Хорошо, хоть не дети пока приезжают. Поэтому это имеет место. Ну и, наверное, еще важно, что вот учитывая, опять-таки, сегодняшние различные ситуации, которые есть, очень актуальна становится тема дополнительного образования. Кстати, не случайно, одна из мер поддержки семей, это вот как раз предоставление возможностей посещать различные секции, факультативы и так далее. Знаете, вот практика показывает, что кажется, много всего, но до сих пор есть тема, а как людям узнать об этом. И вот социологи проводят исследования, исследования подтверждают, что в основном родители принимают решение, ходить ли их ребенка в ту или иную секцию, там на тот или иной кружок и так далее, в центр. Это в основном, первое, очень много зависит от образования родителей. То есть, чем вы понимаете родителей, они об этом задумаются. Второе, это совет друга, подруги, соседей. То есть, вот здесь есть над чем работать. Наверное, у нас есть такие практики в ряде городов Московской области, когда делается летом, до начала учебного года, такой день открытых дверей дополнительного образования, чтобы было понятно, ведь что такое дополнительное образование? Это главное – иметь специалистов, которые заряжают своей вовлеченностью в то или иное дело. Тянут за собой как-то. Да, вот разные категории людей. Локомотивы такие. Независимо от возраста. Поэтому, я думаю, и в принципе, это будет продолжаться, потому что мы, развивая образование, мы достаточно хорошо еще с советских времен научились давать качественное образование, именно в смысле знаний. Сегодня новый тренд – это не давать знания, а быть навигатором педагогу, чтобы учащийся их мог мотивированно добывать самому. Пётр Михайлович, вот тоже такой вопрос. Он, может быть, неожиданным будет. Вот вы говорили о контроле, об общественности, которая контролирует все выполнение и так далее. Но мы же в какой-то степени должны и общественность немножечко воспитывать, что ли, я не знаю, как тут какое слово сказать, потому что все-таки вы собрали в этой палате людей, достойных, которые знают свое дело, которые решают свои вопросы. И общественная палата не только, наверное, должна реагировать на запросы общественности, но как-то и общественность немножко подстраивать к ситуации. Это так или я неправильно понимаю? Несколько ремарок собрал их не я, а непосредственно нормативный право документ, который регламентирует, что одну треть назначает губернатор Московской области, вторую треть – сайт депутатов муниципального образования, третью, третью – общественная палата Московской области. Так. Вторая ремарочка к вашему вопросу, что они представляют и решают не свои вопросы, а занимаются общественными вопросами и общественно значимыми вопросами, в том числе реализуя свою гражданскую позицию в данном направлении деятельности. И что касаемо вашего вопроса, потому что бы не только контролировать, а именно задавать некий тон, возможность работы с общественностью, донесения информации и обучению, разумеется, это одна из основных гуманитарных миссий, и в этом плане очень важным лекомотивом нашей деятельности является добровольчество, вопроса оказания помощи людям, которые нуждаются в этой помощи, находящейся рядом с нами. И, разумеется, когда ты это делаешь сам, ты являешься примером, и мне очень приятно, что в составе общественной палаты входят по-настоящему лидеры общественного мнения, очень уважаемые люди на территории городского округа Люберцы, среди них много уважаемых руководителей, и, как вы правильно заметили, профессионал своего личного дела, профессионального и моральные качества людей очень высокие, это очень приятно работать в таком коллективе, и, разумеется, когда каждый из них пропагандирует добровольчество, взаимовыручку, помощь тем, кто его окружает, они являются примерами, и в том числе это является очень важным воспитательным элементом деятельности, непосредственно как внутри, да, группы, так названием общественная палата, так же и для внешнего, потому что любой хороший пример, он всегда должен быть... Заразительным, вот тут это слово точно подходит. Да, заразительным, и он должен транслироваться, поэтому добровольчество, которое, наверное, активно, начало развиваться во время сложных вызовов, которые перед нами встали, очень серьезно оно заработало, когда у нас началась пандемия, да, и сейчас фактически у нас собраны коллективы людей, которые своим собственным трудом... На любой могут вызовы откликнуться, и при этом для нас очень важно, что люди это делают не потому, что им кто-то сказал это делать, у них есть внутренняя потребность помогать людям. Вот в общественной палате именно такие люди, и нам приятно, что круг добровольцев в нашем округе расширяется, растет, у нас сейчас подводятся итоги премии «Наши Подмосковья, мы рядом», и вот мы вчера были на заседании жюри, все члены жюри, которые присутствовали, мне сказали, слушайте, никогда такого не было, ну вот мы проверяли в интернете, ну, отсматривали эти страницы, каждая третья заявка – это люберцы. 197 страниц, понимаете, поэтому... Значит, что-то точно будет наше. В люберцах же, нет, в нашем будет 100%, просто это сам показатель того, что людям не все равно, они хотят делать, хотят помогать, и хотят, чтобы это было замечательно. Ну, мы, к сожалению, должны завершать нашу программу, как вы понимаете, мы можем общаться долго, потому что хочется поговорить... Даже мы сегодня не столько о проблемах, мы проблемы-то знаем, а хочется поговорить о том, что пути решения этих проблем, это же важный момент. Но я не могу Лиде Николаевне не задать последний вопрос, после чего у вас есть прекрасная возможность поздравить с Новым годом. Лиде Николаевне, помните, говорили о пионерии, что будет нужна какая-то новая организация, и теперь вроде бы она появилась, и теперь будут очень быстро рождаться новые ячейки этой организации. даже слово пионеры было среди... Но теперь это будут первые такие... Движения первых. Да, движения первых. Вот вы как к этому относитесь? Как опытный человек в образовании? Я как бы и участвовала в диспутах, которые проводились, когда искались новые формы. Но движения первых, да, не знаю, насколько... Я вот смотрела перечень, за что голосовали, там был очень замечательный гагаринцы, могло ли бы быть, да, неплохо было бы. Но движение первых, наверное, смысл вкладывается в том, чтобы формировать такие хорошие амбиции, которые позволяют достичь цели. Тут очень многое зависит будет от того, чтобы те люди, которые этим будут заниматься, ставили задачу не только проведения масштабных акций, их надо проводить. Такие, знаете, когда мы какие-то шествия делаем, флешмобы и так далее, чтобы это пронизывало жизнь человека. Вот если человек понимает и хочет это делать, вот о чём говорил Пётр Михайлович с точки зрения волонтерства и добровольчества, здесь никаких шествий не делают. А вот просто человек идёт и помогает. Вот если это будет таким образом делано, да, у нас есть такой хороший пример, вспомните, у Гайдара, когда Тимур и его команда. Никто это не отменял. В конце, на самом деле, это одна из форм, которая отражает вот эту деятельность человека. Человек – существо-то, которое, знаете, но не может жить один. Конечно. Если он живёт один, и ему это нравится, но всё-таки это уже какая-то патология. И эти занятия здесь ни в партии, ни в строе, ни от чего это не зависит. Просто быть человеком. Это зависит от того, как люди, которые должны будут, захотят этим заниматься, будут к этому относиться. Чтобы это было не ради мониторинга рейтинга, а ради того, чтобы ребята бежали туда, участвовали в проектах, трудились и глаза горели. Ну что, мы завершаем нашу программу. Я предлагаю нашим гостям сегодня поздравить с Новым годом. У нас есть специальная камера здесь. Начнём, наверное, с вас, Лидия Николаевна. Ваше обращение ко всем участникам. Дорогие сограждане, дорогие друзья, родные, конечно, время предновогоднее всегда волнительно. Каждый человек мечтает, что наступит Новый год и что он будет лучше. И сегодня, я думаю, как никогда у всех у нас практически мечты совпадают. Мы знаем, что мы хотим от Нового года, который наступает. Я хочу, чтобы эта мечта у всех у нас сбылась. И ещё хочу вспомнить слова, очень мудрые слова Вольтера, который говорил о том, что во все времена, как бы тебе ни было сложно, надо возделывать свой сад. Вот я хочу пожелать нам каждому сад своей души, сад своей семьи, сад своей жизни. Возделывать, трудиться, делать доброе, хорошее. И, наверное, тогда общая наша мечта осуществится быстрее. С наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо. Ну а теперь Пётр Михайлович Ульянов, председатель общественной палаты. Пожалуйста, у вас тоже есть возможность вот на нашу камеру поздравить с Новым годом. Дорогие друзья, уважаемые люберчане, 2023 год будет знаковым годом для нашего родного и любимого городского округа Люберцы. Ему исполняется 400 лет. Хочу пожелать каждому из вас счастья, здоровья, благополучия, и чтобы ту мечту и то желание, которое вы загадаете в эту сказочную ночь, она обязательно забылась. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Это была программа «Открытый диалог». Говорится, нечего уже добавлять, всё сказано. Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы. Ждём вас и в следующем году. У нас тем много интересных для разговора. Пётр Михайлович Ульянов, надеюсь, как представитель общественной палаты городского округа Люберцы, и просто как человек, мы выяснили, что человек это звучит гордо сегодня, утвердили в очередной раз, тоже придёт к нам гости. Ну а на этом программа «Открытый диалог» завершена. Всего доброго! С вами был Николай Пимненко.